Итак, посмотрим на вопрос, кто войдет в парламент, кто возьмет большинство, какие люди будут и будут ли они мешать, либо помогать Зеленскому. Итак, парламент в Украине, выборы в парламент, какие они будут и кто войдет. Итак, какие же будут выборы в Украине в парламент. Луна говорит о том, что мешать будут борьба между всеми, все против всех. Нету компромиссов, нету договоренностей. Все, что будут пробовать, все будет не выходить. Причем у всех, кто был раньше. Разрушение стереотипов, то есть все старое начнет рушиться. Темные времена для многих, которые привыкли быть там, привыкли сидеть. Вот для них они не будут успевать за переменами, они не будут успевать меняться, успевать действовать. Все вокруг смешается, все вокруг будет настолько новым, настолько для них непонятным, для тех, кто был раньше. И люди не будут их хотеть. То есть все, кто был из старых, они в принципе, их время уже ушло. Кто войдет? Ну, войдет в парламент молодые, новые, совершенно новые люди. Люди, которые готовы работать, готовы сотрудничать. Большинство. Вот, кстати, большинство будет у президента Зеленского. Он очень много на себя взвалил, ему будет очень тяжело, сложно. Но, тем не менее, он понимает, что если не сделает этого он, то не сделает никто. Поэтому большинство в парламенте будет именно Зеленского. Сможет создать свою базу, с которой будет ему легко двигаться вперед. Войдет ли кто-то из старых? Нет, всем уход. Возможно, какие-то позафракционные будут, перемены большие будут в самих партиях. То есть они будут перебегать, они будут уходить, они будут распадаться, они будут создавать новое название, да, на старый манер. Но все равно большинству их уход. Уходит их не время, уходит их не все старания пустые и лишние. Из старых кто-то войдет, но это не те, которые жаждут славы. Это другие, и очень многое поменяется. Что ж, предательство ожидают. То есть все, всех будут предавать, будут перебегать, будут стараться отхватить, как-то подойти к президенту, стараться войти в какую-то партию, которая будет уходить. Но мало что будет с этого получаться. Ихняя хитрость будет настолько видна, настолько смешна, что не выйдет у них. Многие из старых политиков, многие из депутатов, они просто уйдут и канут в лето. То есть они уйдут навсегда, и у них ничего не получится. Несмотря на то, что они хотели бы изменить, они хотели бы поменять, хотели бы успеть за временем вскочить в поиск, который от них уходит. Они это прекрасно видят. Плюс у многих депутатов будет разговор и мысли, не только переживания, не только за попасть бы в Раду или не попасть, а много уголовных дел будет возбуждено против них, и некоторые из них даже сядут. Бегством здесь мало кто может, у кого может получиться убежать. от чего-то уйти, от наказания. Наказание все-таки для многих будет реализовано. Ну что ж, они сами заковали себя, они сами себя дискредитируют, они сами будут показывать себя все хуже и хуже. Старому всему конец. Все, что было старое, все устои, все люди, которые жили по-старому, кто не успевает за новым, кто не может войти в новое, все будут сметены. Тот, кто успеет в парламенте поменяться, кто успеет поднять это новое веяние, уловить его, перенастроиться, тот и сможет попасть. Ну а в основном, конечно же, любимчиками и теми, кто действительно придет, это все в основном будут новые. Новые люди, новые лидеры, новые партии, новые названия этих партий, новые сами люди. Ну и откроем последнюю, посмотрим. Тупик, тупик для них всех. Ну что ж, ничего ни у кого не выйдет, никакие казусы не помешают, не смогут они реализовать то, что они будут думать, будут хотеть, то есть будут хотеть помешать Владимиру Зеленскому, будут хотеть попасть в парламент. Не выйдет, так как у них сама судьба будет создавать им такие условия, чтобы они страдали, переживали, отвлекались, они могли вникнуть в ситуацию. Все настолько будет сумбурно, они будут перебегать, депутаты не будут хотеть куда-то войти, но нет поддержки, нет поддержки от людей, нет поддержки от судьбы, нет удачи у них. Она вся рассыпалась, она ушла. И эти перемены, которые грядут, это новые перемены, и будет желать рады, и будут хотеть люди, народ, будут выбирать они именно новых людей. Ну и большинство, у кого же будет все-таки верх, кто же все-таки сможет взять большинство в Верховной Раде на выборах в Украине, это король кубков. То есть сам президент Владимир Зеленский сможет создать партию, сможет создать, возьмет он совершенно новых людей, по новому направлению будет идти, социальный план будет очень меняться, будет меняться тенденция самого парламента, внесение очень много новых законов, которые будут помогать людям жить, то есть и править он будет полноценно. Большинство в парламенте он возьмет, люди за него, за его партию проголосуют, и сделают довольно правильно, сделают решительно, и не получится ни у кого помешать ему и здесь. Не получится, потому что... Ну это судьба, это просто по картам судьба. Он верит в это все, он хочет это все изменить. Народ в него верит. И сама жизнь в него верит. То есть он избран для того, чтобы поменять. С него начнутся изменения. То есть он дает новое веяние, новое развитие вообще социальному плану. Он идет в ногу со временем, в ногу с развитием. Так и в парламент. Он сможет создать большинство свое. Он войдет полным составом. Наказание с его стороны для прошлых людей, для прошлых политиков будет. Он сможет, и он это сделает. Помеха в этом ему нет. Возможно, кто-то из старых будет, но они больше не вредят, они больше будут как-то пытаться быть там. Но эти люди уже как бы их не и ушло. Они давно распались. Как-то по отдельности они и не могут между собой договориться. Но тем не менее из старых вот какая-то партия войдет. Но они не против него. Они даже за. Но в основном все новые. И большинство, конечно же, будет у президента.